Музыка Алло Здравствуйте Да, здравствуйте Могу слушать Михаила Николаевича? Да, я Это вы Звонок из Сбербанка России Специалист управления по работе С проблемной задолженностью Григорьева Ирина Викторовна Михаил Николаевич, у вас на сегодняшний день Имеется потребительский кредит На 163 500 рублей 26 дней Просрочной задолженности Сумма с должности 4900 рублей Михаил Николаевич, подскажите По какой причине оплата не поступает у вас? Ирина Викторовна Для начала вы Ответьте на вопрос Кто вам дал право Нарушать законы Российской Федерации? Я вижу Вам поступало уже Звонок Вчера, да? То есть вам был Это третий звонок на неделю Как вы Как вообще банк-то С такой репутацией вроде Серьезной И так грубо нарушают законы Вот я так понимаю Что вы Гарантию не дали банку То есть не зафиксировали Обещание И не к чему-то То есть Привлекаться банка Также Михаил Николаевич К вам поступает Вы понимаете Что закон Есть закон Не важно На что я ответил вам Михаил Николаевич Вот Скорее всего Необходимо было Зафиксировать Данные Вам обещания Я зафиксировал уже Что вы нарушили закон Такой серьезный банк И так по беспределу Нарушает закон И даже Он Даже признает это Понимаете Вы даже признали Что будем делать Михаил Николаевич Ну у вас На сегодняшний день Ведь Присочная задолженность Она каждый день Увеличивается Штраф И что Девушка Вы Не ответили на вопрос Михаил Николаевич Вы для этого И созданы Что вам Помогать В этой ситуации Вы не помогаете Вы нарушаете Законодательство 230 Статья Гражданского кодекса Я понимаю Прекрасно Я знаю Ту статью Прекрасно А то есть Вы понимаете И все равно Продолжаете Нарушать закон У нас Михаил Николаевич У нас В автоматическом режиме Идут звонки Перестройте Ваш автоматический режим В рамках закона Вот давайте Мы с вами Сейчас зафиксируем Данные Давайте Я фиксирую Что вы Преступники Вы нарушители Зафиксировали Михаил Николаевич У вас На сегодняшний день Имеется Вы зафиксировали Должность 4900 рублей А платок Гарантируется До 26 января Подождите Подождите Банк Выставляет Вам требования Оплаты Презести Разговор Вы нарушаете Законы Вы готовы Михаил Николаевич Конструктивный диалог Со мной вести Что Подразумевает Конструктивный диалог Что вы имеете Ввиду Расскажите У вас У вас оплату Нужно произвести Банк Вам выставил Требования До 26 января В размере 4900 рублей Мне нужно Необходимо От вас Либо Отказывайтесь От оплаты Либо Мы Фиксируем Гарантию Так Записывайте Сейчас Фиксируйте Мой ответ Фиксируйте Ирина Викторовна Преступница Она нарушает Законы Михаил Николаевич Михаил Николаевич На личности Пожалуйста Не переходим И Уведем Конструктивный диалог Понимаете Вы Вы воспользовались Денежными средствами Потребительских А вы нарушаете Законы Как я могу С преступниками Общаться 26 дней Уже просрочены За должности Вам требуют Оплату Произвести До 26 января Я с преступниками Общаюсь Если бы вы В свое время На оплату Производили Соответственно Коммуникация Банка К вам не поступали Коммуникации Банка Должны Соблюдать Законы Прежде всего Понимаете Вы Гарантию Вот вам Сегодня Было Два звонка Вы гарантию Не дали Банку И вы Не отказываетесь И гарантию Не даете Банку Коммуникация Банка Так же И будет Поступать Михаил Николаевич Это нарушение Моих законов Вернее Законов Российской Федерации Это и нарушение Договора Это и нарушение Договора Банка Ну Смотрите Смотрите Какая разница Нарушение Закона И нарушение Договора Это две Абсолютно Разные Вещи Вы знаете Что физическому Лицу Штраф От Пяти тысяч Рублей Может До Десяти тысяч Рублей Отлично Вам может За это быть Вы знаете Об этом Это не является Причиной для Нарушения Условия Кредитного Договора Вот смотрите Мы с банком Случили договор Смотрите Как звучит Нарушение условий Договора И нарушение Закона Российской Федерации Вы преступница Михаил Николаевич Я Отказ От оплаты Фиксирую Подождите Подождите Давайте так Или вы Гарантируете Оплату произвести Давайте Давайте так Если вы скажете Что вы преступница То можете Зафиксировать А вернее Давайте так Не-не-не Давайте так Слушайте Если вы скажете Михаил Николаевич Я Я не буду с вами Вести в таком диалоге Разговор Смотрите Давайте так Я заплачу Всю сумму Если вы скажете Что я преступница Михаил Николаевич А что, почему нет? Ну, давайте сделку с вами сделаем. У вас на сегодняшний день оплата, я так понимаю, не поступит до 26 января, вы не гарантируете, верно? Давайте вы под запись разговора скажете, что вы преступница, и я тогда пойду прямо сейчас оплачу все. Я так понимаю, что до 26 января оплата поступит, верно? 4900 рублей. Если вы сейчас скажете, что я преступница, Ирина Викторовна, я преступница. В таком случае, Михаил Николаевич, ожидайте коммуникации от банка. Я не буду с вами вести, вы ведете неконструктивный разговор сейчас. Я просто с преступниками по-другому не разговариваю. В таком случае, Михаил Николаевич, я с вами прощаюсь, всего доброго. Да, друзья мои, я тут смелюсь сделать выводы, скорее всего, это не со СБИ-развонок был. Сейчас уже не первый случай, я фиксирую, когда звонят коллекторы, представляясь напрямую сотрудниками банка, понимая, что это проконтролировать нереально. И, скажем так, я не думаю, я практически уверен, что это все с разрешения самих банкиров. То есть, никакие такие обходные маневры. А да, сейчас, значит, автор немного оговорился, это не гражданский кодекс, там не статья. Это 230-й федеральный закон. И действительно, а далее он все верно, хоть и вяло, так скажем, дискутировал с этой дамочкой, но ладно, там бог с ним. На самом деле, действительно, грамотно и правильно замечено с позиции простого человека, что нарушение договора и нарушение закона просто кардинально отличается даже по звуку произношения, по тем интонациям, как они звучат, сами вдумайтесь. Вы нарушаете договор, а вы нарушаете закон. Кто здесь, скажем так, в приоритете? Понятное дело, что граждане обязаны выполнять только лишь законные требования. Здесь о законе, о законных требованиях и речи быть не можем. Ясно, на основании 230-го федерального закона, как она сказала, коммуникация с должником, слова тоже красиво эксплуатируют, наполовину понимая, что они означают, хотя вот я думаю, что все-таки вот это слово слишком так контрастно выделяется из ее лексикона, да, и вот понятно, что какая-то там недоучка, и вот вдруг использует такое крутое слово, ей кажется, что это круто, и она от этого умнее будет казаться, нет. Скажи спокойно, разговоры, контакты, коммуникация с должником, да уж, ну ладно. Так вот, та самая коммуникация с должником должна проходить не чаще двух раз в неделю, либо не чаще восьми раз в месяц, соответственно, да. У него, у человека за день уже, я как понял, по разговору, три зуба МК, да, грубейшее нарушение, сейчас можно жаловаться, но они наверняка как устроена ситуация. Она представилась Сбербанком, да, Сбербанк совершенно спокойно, ну, в случае чего предъявит, ну, точнее, отодвинется от этих претензий, с этим должником записей не существует, мы не говорили, мы не знаем, кто ему звонил. Наверняка там звонок был не с номера банка, а с какого-нибудь, типа, случайного набора цифр, как IP-телефония преподносит, ну, вот таким вот образом. Поподробнее хотите узнать, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому понравилось, ну, пожалуйста, ставьте пальцы вниз, если не понравилось, ну, что поделаешь. Ну, и также не забывайте, группа ВКонтакте, у нас существует ссылочка на эту группу в описании этого ролика, есть ссылочка на наш сайт тоже, там очень много интересного выложено, в частности, презентация работы кредитных юристов для тех, кто хочет стать под юридическую защиту. Ну, на этом все, спасибо автору, на связи был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты, компания АЛЯ, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин